так добрый день напишите как меня слышно и видно так все да всем здравствуйте все видно и слышно давайте мы сегодня немножко продолжим тему расчетов задачек и затем к следующей перейдем так мы с вами становились на задачке да вот пароксид алюминия мы прошлый раз остановились и у нас тут пара задач еще есть давайте давайте немножко пару слов для того чтобы вспомнить в чем суть задачи мы вернемся вот к этой картинке на которой нарисованы молекулы и еще раз пройдемся в чем заключается суть химической реакция это перестроение молекул то есть изменение химических связей между атомами вот и пас и то есть когда мы пишем некоторые уравнения химической реакции то мы имеем в виду сколько атомов или молекул вступает химическую реакцию да то есть вот еще раз пропишем этот пример что с две молекулы водорода двухатомных да поэтому h2 то есть вот это вот все это у нас пишется h2 плюс одна молекула кислорода мы получаем две молекулы воды вот то есть все по закону сохранения материи да у нас атомы сколько было до взаимодействия столько атомов осталось после взаимодействия вот и наше уравнение химической реакции она отражает некоторую такую пропорциональность эту пропорцию каком соотношении у нас взаимодействует частицы и вот эту пропорцию мы можем масштабировать на любое другое количество молекул да то есть это может быть там 20 40 то есть получается 2 тогда нам надо взять 20 10 мы получим 20 молекул воды то можем взять получается 1000 к 500 получим 1000 молекул воды и так далее вот и здесь можем перейти к к понятию количества вещества если мы скажем что здесь 1204 на 10 23 степени молекул водорода а здесь возьмем 602 на 10 23 степени молекул кислорода то мы получим 602 на 10 23 степени молекул воды то есть 2 на 602 это 1204 вот чтобы от таких больших чисел перейти более простым то мы вводим понятия количества вещества то есть говорим что здесь у нас 20 здесь у нас 1 моль здесь снова 20 то есть получается что коэффициенты химическом уравнении они нам также показывают ну как поштучно молекулы взаимодействует простых на каких-то реакциях но также как и большие такие группы молекул которые мы измеряем в моль вот вообще для чего нам это нужно для того чтобы мы могли как раз таки рассчитывать различные величины по уравнением реакции то есть уравнение реакции у нас дает нам сообщает пропорции в штуках молекул количество мы измеряем в массе объеме и там на допустим концентрациях раствора вот такие величины то есть нам нужно перейти от наших масс объемов к молям то есть штукам да и для этого у нас есть три формулы самая наверно распространенное это по массе то есть чтобы найти количество вещества в молях н маленькая нужно массу вещества разделить на массу одного моля то есть малярную массу напомню что малярную массу мы считаем используя периодическую таблицу то есть например малярная масса водорода это будет 2 атома на 1 то есть 2 грамма да потому что у нас два атома 1 это атомная масса водорода полярная масса кислорода это у нас 2 на 16 это 32 грамма на моль два атома каждый 16 имеет массу так вторая формула для газов напоминаю газов при нормальных условиях это у нас количество моля равен и объем уделенному на малярный объем при нормальных условиях малярный объем известен это 22 и 4 литра на моль но при других условиях у нас будет другой малярный объем и и без него у нас два не 2 неизвестных формуле из трех да поэтому мы не сможем для других условий посчитать количество боль ну и третья формула это когда у нас данные количество молекул да тоже можно перевести в количество боль число молекул деленное на число авогадра не число авогадра как раз таки 6602 на 10 23 степени единиц на боль вот вот это краткое такое напоминание да на чем мы остановились в этой теме и вот нас решили собственно решение задач сводится четырем таким шагам до первое всегда нужно составлять уравнение реакций которые задачи описаны иногда иногда уравнение реакции невозможно составить тогда хотя бы схему реакция мы будем составлять но мы с вами такие задачи будем разбирать скорее всего в девятом классе потом используя вот эти три формулы которые мы сейчас посмотрели вспомнили рассчитать количество моль для известных веществ то есть по данным задача потом по уравнению реакции рассчитать количество моль для веществ для которых поставлен вопрос да то есть нужно найти массу объем там и так далее и ответить дополнительные на дополнительные вопросы тоже там концентрацию возможно посчитать это в будущем мы все посмотрим мы остановились на по моему вот этой задачи это простая весьма задача так по моему это не решали да мы решим давайте еще раз какую массу железа надо взять чтобы получить то что нас играм железная калины формула указана на ферму 34 какая масса кислорода будет исходна в реакция можно давно записать но тут весьма краткая тогда но да но масса железная калины первым 3 а4 116 грамм и вопрос это какую массу железа железо обозначается символом химического элемента смотрите табличку масса кислорода тоже тут формулу надо знать так то есть первое да что мы должны сделать это написать уравнение реакции тут у нас все вещества они прописаны в условиях да то есть выделяем что железо и кислород израсходован да значит он у нас взаимодействует железом и является реагентом у нас получается вот такое уравнение реакции поскольку у нас тут все элементы а я неправильно написал первым 34 должно быть пока говорил написал другой оксид мы видим что у нас все элементы есть те что слева есть и справа да то есть здесь можно предполагать что дополнительно ничего не образуется можно попробовать уравнять видим железо 3 ставим слева 3 множитель видим железо 4 значит чтобы было 4 надо множитель 2 поставить вот то есть мы первый шаг сделали написали уравнение реакции расставили коэффициенты 2 по данным задачи найти количество моль дано у нас только для оксида значит находим количество моль оксида ферм 3 о 4 вспоминаем формулу данного масса значит мы используем формулу для масса масса зеленого малярную можно отдельно посчитать малярную массу можно давайте отдельно посчитаем полярную массу ферму 3,4 нам нужно взять три атома железа каждый 56 так давайте кто не я у меня табличка здесь есть так табличка ой так что-то у меня как-то тут уже другая тема идет секунду так а это уже так а я загрузил их в таком порядке поэтому немножко запутался так таблички у нас что-то тут нету так таблички нету то сейчас мы ее загрузим тогда ну желательно чтобы у вас под рукой была табличка вы сами посмотрели что атомная масса железа может кто-нибудь написать кстати в чат пока открываем кто нашел эту массу железа напишите ее в чат вот у нас таблица вот у нас таблица так но не успели найти похоже находим железо вот оно 26 элемент масса написана 5585 округляем до целых 56 у нас в оксиде кислород тоже сразу посмотрим кислород 16 тогда мы получаем 3 на 56 а я уже написал я уже написал плюс 4 на 16 так 3 на 56 4 на 16 так сейчас посчитаю сколько это у нас 3 на 56 8 8 у нас 232 уже посчитали прекрасно да да совершенно верно 232 грамма на моль да теперь мы возвращаемся к предыдущей стройке 116 грамм делим на 232 грамма на моль ну и видим что здесь два раза меньше да то есть 0,5 моль так теперь третий шаг мы переходим к уравнению реакции возвращаемся и вставляем находим на у нас образуется подписываем 0,5 моль первым 3 о 4 вот вопрос сколько моль нам нужно взять железо да сколько моль железа нам нужно взять чтобы получить 0,5 моль феррум 3 о 4 вот уравнение нам показывает что из 3 моль железа получается 1 моль да а из там x должно 0,5 получиться то есть нам что в два раза меньше надо взять то есть полтора моль железа все согласны или вот мы видим что железо было в три раза больше чем феррум 3 о 4 поэтому полтора моль и соответственно один моль кислорода должны взять в два раза больше так всем ли понятно вот эти вот пропорциональные рассуждения нажмите огонек ну понятно потому что это бывает много вопросов вызывает так что-то непонятно да похоже ну огоньков мало в общем давайте еще раз более подробно это простая пропорция значит вот нам уравнение показывает что 3 моль железа дает 1 моль оксида да а у нас полмоль оксида да значит здесь x будет x мы как находим умножаем диагональ умножаем и делим на третье а у нас 3 на 0,5 делим на 1 получаем полтора моль так так понятнее нажмите огонек кто понял так чуть больше давайте с кислородом при сгорании 2 моль кислорода у нас образуется 1 моль оксида на сколько моль кислорода необходима для получения 0,5 моль оксида вот это кстати можно и такой более житейский пример привести когда у нас мы что-то готовим например нам нужно для для одного торта нам нужно 2 яйца 2 яйца мы получаем 1 торт сколько яиц нужно взять чтобы полторта приготовить 2 раза меньше соответственно одно значит x тут 1 но только в моль вот ну так надеюсь стало более понятно значит мы идем тогда дальше какая масса кислорода из расходов а стоп какую массу железа значит масса железа мы тоже выражаем теперь обратно нужно пересчитать количество моль в массу используя ту же формулу вот она наша формула масса только для железа применяем чтобы найти числитель нам нужно перемножить количество моль на малярную массу тоже железо она у нас получается полтора моль на 56 грамм на моль тоже тут размерности так 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 обожаю 84 получаем 84 грамма то есть да чтобы приготовить 116 грамм оксида железная окалина нам нужно 84 грамма железа взять то есть по массе да не в три раза больше как по числу частиц остальное все кислород в принципе здесь поскольку реакция соединения то мы можем найти или как можем найти используя формулу массы кислорода ту же формулу 2 на малярную массу 2 то есть 1 на 32 это 32 грамма а можем найти поскольку у нас реакция соединения такая получается массу кислорода можно найти сколько поглотилось железо кислорода это отнять массу оксида из массы оксида отнять массу железа уже все остальное это железо то есть 116 минус 84 насколько это будет 32 так и будет можно и так и так сделать ответ масса железа 84 грамма масса кислорода 32 грамма вот такая задачка если есть вопросы то пишите вопросы если вопросов нет нажмите огонек мы еще одну задачку решим перейдем к следующей теме то сегодня так неактивны не проснулись так вычислить объем кислорода при нормальных условиях которые потребуются для сжигания порошка магния массой 6 грамм так пишем дано так порошок магния масса порошка магния как обозначим магний нам нужно посмотреть найти магний в периодической системе вот он магний заодно посмотрим его атомную массу 24,31 округляем до целых 24 да будет малярную массу сразу мы запомним масса магния 6 грамм нормальные условия вычислить объем кислорода O2 который потребуется снова пишем уравнение реакции мы пока не знаем по каким принципам да но возможно у нас оно уже было но мы с вами сегодня начнем уже разбирать какие принципы составления химических уравнений какие продукты и так далее будут у нас так составили уравнение нужно расставить коэффициенты кислорода 2 значит 2 надо поставить магния 2 тоже 2 ставим так и первый шаг мы сделали теперь количество моля магния выходим используя формулу массы деленную на малярную массу 6 грамм 6 грамм делим на 24 грамм на моль так это у нас 1 четверть получается насколько я помню 1 четверть то есть 0,25 моль и возвращаемся к уравнению реакции что у нас есть 0,25 моль сколько моль кислорода будет взаимодействовать потребуется да пишите в чат давайте сейчас попробуйте сами найти их по уравнению реакции сколько моль кислорода потребуется для взаимодействия с данным количеством 0,25 моль магния ну представьте даже что это 25 молекул магния вот у нас есть 25 молекул магния сколько молекул кислорода потребуется чтобы моксид перешло так кто сможет написать так 0,5 воль версия так еще какие варианты хотелось бы еще какие-нибудь кто согласен не согласен свое число какое-то мы обсудим тогда как-то нет давайте составлять пропорцию тогда у нас уравнение показывает что 2 моль магния взаимодействует с одним моль кислорода то есть в два раза меньше если у нас 0,25 или просто 0,25 до 25 атомов нам нужно в два раза меньше то есть x допустим что надо сделать 0,25 на 1 делим на 2 то есть это у нас 1 четверть делим на 2 1 восьмая 0,125 или если у нас 25 молекул магния атомов магния то нам потребуется скажем так 12,5 молекул кислорода мы конечно не можем делить молекул кислорода пополам но если мы ведем счет в молях то это умноженное на 6,02 на 10,23 степени поэтому там будет целое число молекул там будет большое число 0,125 вот мы нашли что количество моль количество моль кислорода 0,125 по уравнению реакции по уравнению реакции можно так записать чтобы найти объем нам нужно использовать формулу объем деленный на молярный объем у нас нормальные условия молярный объем известен то есть объем кислорода преобразуем формулу это будет количество моль умноженное на молярный объем то есть 0,125 0,125 мы должны умножить на 22,4 литр на моль размерность сокращается остаются литры что нам и требуется и мы умножаем включаем 2,8 литра 2,8 литра и ответ объем кислорода 2,8 литра так вот если вопросы есть еще да то пишите в чат и ну мы потихоньку переходим к следующей теме значит у нас большой такой раздел начинается в котором мы будем подробно разбираться о том какие есть на сегодняшний момент принципы составления продуктов химической реакции то есть по каким принципам что с чем взаимодействует потому что реакции очень большое количество все выучить невозможно вот есть правда сборники уравнений химических справочник справочники но там по 500 страниц и там только уравнение практически без текста выучить это невозможно без каких-то не знаю тренировок специальных да поэтому мы пользуемся принципами по которым ну многие реакции мы можем написать не все но многие для этого нам нужно то есть у нас вот тема да для этого нам нужно как-то все неорганические вещества подразделить на группы по химическим свойствам да и с группами веществ уже работать проще да уже групп меньше группы веществ или класса можно запомнить что с чем взаимодействует но это достаточно важная тема поскольку она нужна и в 9 и 10 и 11 классах поэтому если у вас возникают вопросы лучше их сейчас задавать лучше сейчас все это для себя уяснить вот если мы берем вот вещества все вообще в принципе мы можем их разделить на такие вот виды да или классы ну с чем мы уже с вами столкнулись да что вещества мы делим на простые и сложные это мы буквально на первом втором занятии разбирали но я напомню что простые вещества это вещества состоящие из атомов одного элемента можно тут какие-то примеры написать то есть вот то что в задаче у нас было железо да простое вещество только из железа состоит кислород простое азот да там гелий то есть это вот формулы иногда бывают с нижним индексом это серый с 8 бывает там фосфор p4 да вот такие вот ну почему там 4 и 8 это будем в девятом классе изучать но если вы видите что в формуле только один элемент то это простое вещество сложное состоят вещества из двух и более элементов да там могут быть какие-нибудь по 2 у 5 да может быть там саш 3 у аж какое-то да сложное вещество х2 су 4 то есть там мы видим это два элемента три элемента может быть там больше может быть там калий-3 феррум ц 6 то есть сколько тут и калий и железо и углерод и азот 4 элемента это сложное вещество если мы простые да мы можем разделить на металлы не металлы тоже мы с вами это обсуждали когда изучали свойства элементов в зависимости от периодического от положения в периодической системе то есть периодический закон вот у нас возможно да подразделение металлы не металлы то есть металлы такие как тоже железо алюминий никель там платина золото и так далее вот как видите они простые да и металл ну и не металлы это то что мы написали кислород азот гелий все вот это то что я написал относится к металлу ну и на этом все да вот простые мы делим на металлы и не металлы и нам этого будет достаточно чтобы основные принципы химических взаимодействий обсудить значит сложные вещества можем разделить на неорганические органические и здесь у нас начальный такой курс 8 класс первый год когда химию изучаем то мы начнем с неорганических веществ органические вещества это уже 10 класс вот мы поэтому здесь дальше ничего нет потому что не потому что тут все заканчивается потому что там еще да тоже много много всего есть так вот неорганические вещества то чем мы будем заниматься ну и давайте мы как-то разделим тоже что относится к неорганическим что к органическим значит если мы так посмотрим с точки зрения ну вот нашей жизни где мы встречаем да те или иные вещества то органические вещества это все вещества которые как-то с ну как-то соотносятся с жизнедеятельностью организмов да то есть это все все растения животные да они построены все живое да вот можно так сказать это все относится к органическим веществам их очень много да и поэтому они изучаются отдельно но если мы так структурно подойдем тоже да из чего состоят органические вещества это в основном химия атома углерода то есть у нас органические вещества построены на углероде да и поэтому сюда вот различные вот эти соединения углерода ну там могут быть и атомы кислорода С2H5H да вот кислород может быть азот и так далее ну они подразумевают какие-то углеродные углеродный состав да неорганические вещества это химия неживого кстати и по физическим свойствам отличаются да как правило органические вещества они более чувствительны к разрушению то есть у них они разлагаются при высоких температурах да то есть если мы например там поднимем температуру выше там 100-200 градусов у нас белок сворачивается разрушается ну и многие органические вещества разрушаются при таком сравнительно небольшом нагревании да то есть это порядка 300 градусов да как правило неорганические вещества это вот химия неживого то есть это различные минералы соли которые встречаются в природе и по составу это уже вся практически периодическая система туда входит и кроме того они скажем так более устойчивые да то есть например если мы берем какую-нибудь там поваренную соль натрий хлор то мы ее можем нагревать там до 1000 градусов она расплавится но она будет иметь тот же состав там натрий хлор особо ничего не поменяется вот и мы собственно будем о неорганических веществах разговаривать дальше нам будет достаточно разделить на 4 основных класса веществ это оксиды основания кислоты и соли а есть еще другие классы там различные пероксиды но они не столь многочисленны поэтому мы не будем уж очень подробно делить конечно есть вещества которые там трудно отнести к одному из этих 4 классов но их не так много то есть мы тут покрываем большинство а вот вопрос что значит основания мы и далее мы будем разбираться да то есть мы сейчас их так увидели да познакомились и мы определение дадим чуть позже давайте мы уже тут еще табличка да сейчас секундочку давайте мы ну и давайте да сразу дадим определение некоторое вот и еще посмотрим более подробную классификацию ну и потом будем возвращаться к этим таблицам более подробно и так оксиды да что такое оксид вообще тоже давайте сразу определим оксид это соединение элемента с кислородом которым кислород находится в степени окисления минус 2 вот мы так сейчас я тут подпишу давайте оксид это со и элемент элемента пишется с кислородом кислородом о да 2 степени окисления минус 2 вот это важное уточнение это все оксиды а вот у нас так классифицируется то есть мы можем обозначить как-то формулой элемент так поменьше сделаю элемент xo y так вот элемент xo y то есть это сложные вещества в которых обязательно один из элементов кислород зарядом минус 2 ну и другой элемент в другой степени окисления какой-то да вот вот у нас даже тут несколько примеров есть оксидов да то есть есть c o n o n 2 o и так далее вот все оксиды мы можем разделить на две группы одна из которых очень маленькая а вторая это все остальное это не солеобразующие и солеобразующие но здесь можно догадаться наверное что не солеобразующие оксиды не образуют солей путем каких-то химических превращений нам нужно знать вот как раз таки три таких не солеобразующих оксида их конечно немножко больше в школьном курсе вам нужно точно три знать это c o n o n 2 o вот эти вот оксиды они не образуют солей не образуют солей путем каких-то химических взаимодействий и солеобразующие это все остальные солеобразующие в итоге да из них мы можем получить соли мы посмотрим каким образом да это можно сделать чуть позже солеобразующие оксиды мы разделим на три группы это основные ну я вот так ударение ставлю на основные потому что соответствует основаниям потом основания мы тоже обсудим что это такое как раз таки да эти основания тут встречаются можно их основные называть но по-разному здесь такой вот химический сланг уже присутствует как-то принято основные и с другой стороны есть кислотные оксиды кислотные оксиды соответствуют некоторой кислоте и соответственно могут быть превращены в кислоту то есть мы берем там оксид какого-то элемента серы например да там СО3 например и вот эта сера будет соответствовать вот этот кислотный оксид будет соответствовать кислоте H2 и СО4 например вот есть промежуточного такого строения оксиды промежуточные по свойствам да они называются амфотерными вот это вот корень амф он встречается в таких словах как там амфора амфитеатр и так далее то есть это означает двойственность у амфоры там по-моему две две ручки да у амфотерных два ну они соответствуют сразу двум веществам основанием и кислотам то есть это такие промежуточные по свойствам вещества которые в каких-то условиях проявляют себя основаниями в каких-то условиях ведут себя как кислота вот тоже мы это далее посмотрим значит если мы берем солеобразующие оксиды то классифицировать их вот на три группы можно по их строению то есть по тому из каких элементов они составлены да и получены значит если у нас оксид представляет собой соединение металла где металл в степени окисления плюс один плюс два здесь нам кстати понадобится как раз таки вот это наше деление элементов на металл и не металлы которые мы с вами диагональ проводили на прошлых занятиях и обсуждали вот то есть это получается оксиды металлов первой и второй группы главной подгруппы вот например натрий 2О и кальций О это металлы первой группы и кальций во второй группе и оксиды металлов побочных подгрупп если эти металлы находятся в степени и кислений плюс один плюс два вот Купрумо там медь плюс два феррумо железо плюс два и хром соответственно железо плюс железо плюс два хром плюс два если у нас оксид образован не металлом любым то есть это те элементы которые находятся выше диагонали боростат давайте мы табличку сейчас откроем тоже далеко правда то есть да вот диагонально сборостат все элементы которые выше и правее и в главных подгруппах то есть это собственно бор, углерод, кремний, азот, фосфор сероселен да и так далее вот эти элементы образуют всегда кислотные по свойствам оксида в любых степенях окисления ну кроме несолеобразующих да вот СО НО Н2О вот они тут углерод, азот они в низких степенях окисления образуют несолеобразующий оксид вот ну и также у нас металлы побочных подгрупп если они находятся в высоких степенях окисления они образуют по свойствам кислотной оксиды например хром у нас в 6 группе у него максимальная степень окисления плюс 6 вот если мы составим оксид хрома 6 я хром плюс 6 то это будет кислотный по свойствам оксид то есть мы так по строению уже можем заранее сказать какими свойствами будет обладать это вещество марганец у нас находится в седьмой группе то есть марганец плюс 7 тоже будет у нас оксид кислотный и другие примеры которые у нас тут сейчас мы вернемся так это у нас на миглатуру ну вот хром и марганец здесь собственно представлен и если у нас оксид состоит из металла промежуточной степени окисления такой от плюс 2 до плюс 3 плюс 4 либо он как раз таки находится вблизи диагонали которая делит металл и не металл то эти оксиды будут амфотерными и будут проявлять такие двойственные свойства нам нужно запомнить хотя бы 4 амфотерных элемента которые здесь у нас изображены бериллий, цинк, алюминий, хром да можно еще так марганец плюс 4 тут у нас припомнить можно железо плюс 3 еще добавить ну вот хотя бы 4 нам нужно знать у нас соответственно будет тоже тема отдельная промо-фотерные элементы вот давайте здесь найдем тогда в этом вот у нас тут такие не очень правда большие формулы давайте пройдемся какие у нас оксиды здесь нужно по классам да тут подписать можно прямо начинать с первого да вот плюмбум О2 вот значит чтобы определить какой это оксид мне надо найти степень окисления свинца плюмбум читается да это латинское название плюмбум свинец кислород в оксиде всегда минус 2 значит 2 атома кислорода это 4 минуса значит плюс 4 у нас свинец должен быть чтобы мы мы тренировались да находить эти степени окисления вот это нам нужно то есть это металл в степени окисления плюс 4 вот по нашей табличке это будет скорее амфотерный амфотерный оксид да подписываем амфотерный так пишут амфотерный оксид кремния СО2 да то же самое кислород минус 2 кремний плюс 4 но кремний у нас является не металлом значит это оксид не металла он является кислотным кислотный вот хромо 3 доставим кислород минус 2 значит 2 на 3 6 на 6 на 1 это плюс 6 да вот как раз таки хром в степени окисления больше чем плюс 5 это будет тоже кислотный оксид кислотный оксид бериллий О кислород минус 2 значит бериллий плюс 2 бериллий лежит у нас на диагонали боростат он относится вот он бериллий О это у нас амфотерный оксид тоже мы пишем амфотерный амфотерный кальций О кислород минус 2 кальций плюс 2 кальций это металл главной подгруппы значит это у нас будет основный оксид основный ну еще Н2О5 давайте посмотрим кислород минус 2 значит 10 минусов 10 то есть на азоте 10 плюсов на 2 атома азота на 1 будет плюс 5 это у нас оксид не металла значит это будет кислотный оксид вот таким образом нам нужно уметь определять какой у нас будет оксид вот ну а на этом тогда сегодня все в следующий раз продолжим эту тему спасибо всем за внимание до свидания м о Продолжение следует...